Мы с вами продолжаем читать книгу «Порока Захарии». Сегодня пятая глава, это все в рамках проекта «Экзегет». В первых четырех, я не буду пересказывать подробно, книга длинная, говорится о видениях, в основном после такого краткого предисловия о греховности Израиля, о том, что все было плохо, но сейчас начинают меняться. И эти видения довольно странные. Мы говорили, что Захария даже как-то сам не очень понимает, переспрашивает ангелов, которые там присутствуют, и в некотором недоумении. И в частности, в этих видениях присутствует семисвешник, одно из ритуальных главных таких явлений или предметов, лучше сказать, в Иерусалимском храме, и две оливы по его бокам. Это первосвященник Иисус и политический вождь или наместник Персидской империи Зарубавель. И вот они вдвоем, собственно говоря, дают масло для этой оливы, для этого храма. Пятая глава переходит к другой теме. «Я снова поднял глаза и увидел летящий свиток. Ангел спросил меня, что ты видишь?» Он постоянно спрашивает. То есть, как бы, в видении есть еще этот элемент узнавания. Не просто пророк получает некоторую информацию, а он должен понять сам, что он видит. Он должен как-то вложиться в это видение тоже. «Я ответил, вижу летящий свиток длиной в 20 локтей и шириной в 10». Ну, то есть, очень большой локоть, вот он у каждого из нас есть, это около полуметра. Да, то есть, 10 метров длиной и шириной в 5 метров. Огромный свиток – это транспарант какой-то громадный. Конечно, его нельзя считать свитком. Тогда книги были в виде свитков обычным, на котором пишется какой-то текст для того, чтобы его передать людям. Это некоторый божественный свиток. Некоторый текст, который приходит на Землю совершенно особенным образом. Он объяснил, ангел, это проклятие, нисходящее на всю Землю. Всякий вор будет истреблен, как написано на этой стороне, а всякий клятва преступник, как написано на той. Ничего себе, нужен плакат размером 10 на 5 метров, чтобы сказать «всякий вор будет истреблен». А короче, нельзя было это сказать? Для этого нужен крохотный вот маленький клочок бумаги, этого листа бумаги много, который у меня в руках с текстом. Моего собственного перевода, который я комментирую. Да нет, видимо, оказывается, вот этот огромный размер, то ли это очень важная весть, и поэтому она большими буквами написана, то ли этот вор и клятва преступник перечислены поименно. И там, собственно говоря, список тех, кто так или иначе пострадает, мы до конца не знаем. Но во всяком случае оказывается, что вот от Бога приходит какая-то такая огромная весть. «Я пошлю его, пророчество Господа воинств, в дом того, кто крадет, и в дом того, кто ложно клянется именем моим. Она встанется там и разрушит дом и балки, и камни». То есть, смотрите, дом разрушается не от землетрясения, не от нашествия врагов, не от каких-то внешних действий, а от слова Божьего, которое в него приходит. «Подобно тому, как в творении мира, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Здесь это даже не устное слово, а отдельный свиток, который прилетает. Но в любом случае от слова все и происходит. Не нужны даже внешние действия, хотя и они, конечно, могут быть, и всевозможные бедствия, и войны, и все прочее. «Тогда говоривший со мной ангел выступил вперед и сказал, «Посмотри, что это приближается?» Я спросил, что же это? И он ответил, «Это мерная корзина». Ну, что такое мерная корзина? Ефа в старых переводах. Люди продавали зерно, например, ну и другие сыпучие всякие товары, но прежде всего зерно. Надо было как-то его мерить. Взвешивать его трудно, да, зерно сыпется. Это не там туша мясная, которую на крюк повесил и на весах легко определил, сколько она весит. Поэтому зерно в основном продавали по объему. И были такие вот корзины, литров 20 на современный счет. Ефа, вот было понятно, сколько зерна продано. И что такое мерная корзина? Их вина по всей земле. Ну, может быть, тут перевод не совсем по-еврейски. Греческие и сирийские рукописи дают такой текст. Еврейский дает, мало вразумительный таков, их глаз. Может быть, то, что они видят. И смысл, видимо, в том, что вина этих людей по всей земле взвешена, измерена и оценена. То есть, вот, мерная корзина не только для зерна, не только для каких-нибудь ценных струематериалов, которые отсыпаются, там, какая-нибудь галька, я не знаю, отсыпаются корзинами. Но вина тоже и может быть измерена. И она точна. Это не просто как-то сказать, вот, они греховные, они плохо себя ведут. Но что конкретно, в чем это заключается? Сколько в килограммах, литрах, километрах и так далее? Тогда поднялась свинцовая крышка корзины, да, свинцовая такая вот, трамбованная, чтобы нельзя было вылезти. И оказалось, что внутри сидела женщина. Он сказал, это и есть само нечестие. То есть, здесь очень необычный для Библии образ персонификации греха, нечестия, того, что нападает на человека, и что, казалось бы, безлично, здесь это женщина. Ну, может, потому что Захария мужчина, и для него, допустим, какие-то искушения связаны именно с женским образом. Но дело даже не в этом, это ведь все в конечном счете человеческое, да, и поэтому человеческий образ может быть использован для передачи этой идеи вины, греха, нечестия. Женщину он бросил прямо в корзину, ну, раз там уже все измерено, да, то вот пусть она там останется, и закрыл ее крышкой. «Я посмотрел и увидел двух женщин, а крылья были полны ветра, у них были крылья, как у аистов, они понесли корзину между небом и землей, а я спросил говорившего со мной ангела, куда они понесли корзину? Он ответил, в долину Шинар, чтобы устроить там ей дом, и когда все будет готово, она будет водружена на свое место». Долина Шинар – это, собственно, Вавилония, так упоминается она еще в книге «Бытие», в строительстве Вавилонской башни, именно Долина Шинар – место, где это строительство начинается, здесь отсылка одновременно вот к этой истории с самого начала человечества, но и про будущее, про то, что Вавилон, вот эта вот такая блудница, она будет потом вспоминаться и в Новом Завете, скорее всего, под ее именем будет иметься в виду Рим, новая мировая империя, но в любом случае это вот такая великая империя, которая всюду распространяет свое нечестие, которая всюду добивается именно своей правоты, которую угнетает избранный народ, Израиль, и вот туда относятся нечестие. Это странный образ, причем еще две женщины, о которых ничего не понятно, тоже какие-то ангельские силы, может быть, специально для того, чтобы женщинам не было обидно, мол, все ангелы – мужчины, а женщины – это только нечестие. Нет, эти образы не имеют какой-то четкой такой дифференциации по полу, да, это в любом случае описательное, некоторое уподобительное изложение того, как пророк видит некие духовные сущности, да, то есть могут быть и женщины совершенно спокойно, но то, что нечестие в каком-то месте локализуется. Ну, как, допустим, в России есть зоны, где можно заниматься игорным бизнесом, больше нигде нельзя, в этих зонах. Вот в истории, наверное, бывают такие уголки, где собирается самое страшное и плохое, какая-нибудь гитлеровская Германия, да, нельзя сказать, что в других странах всегда все было хорошо, но вот там просто ужасные вещи происходили, и мы говорим, вот это вот образец нечестия, для того, чтобы человечество, глядя на него, могло как-то отшатываться и узнавать себя, когда в свое время был снят гениальный фильм режиссера «Рома. Обыкновенный фашизм», люди смотрели вот этот фильм, оглядывались вокруг и думали, нет ли и у нас чего-то похожего. Это был замысел фильма, да, не для того, чтобы сказать, вот там в долине Шинар, вот там в Гитлеровском Третьем Рейхе полная мерзость, а у нас все хорошо, а чтобы сказать, посмотрите, до чего может дойти человек, посмотрите, как страшна эта дорога, задумайтесь, где находитесь вы по отношению к ней, задумайтесь, не идет ли и наша страна, наше общество, наш народ, каждый из нас лично по этой дороге. И вот Вавилонская башня в книге Бытия и у Захария, это самая долина Шинар, та же самая долина, в которую относится нечестие, они выступают именно в качестве такого мерила греховности, мерила человеческого нечестия, но не для кого-то, чтобы ему хорошо себя почувствовать, а действительно для всего человечества и каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok